К другим темам. Бунт в Пентагоне. Так американская пресса окрестила заявление аналитиков военного ведомства о том, что их начальство приукрашивает факты. Якобы на стол президенту ложатся только отчеты об успехах, а информация о провалах остается лишь в архивах. В результате высшее руководство смотрит на глобальную безопасность через розовые очки. Солдаты продолжают погибать, исламское государство набирает влияние. Все это главная тема сегодня, в очередную годовщину нападения Аль-Каиды на Нью-Йорк. Анатолий Лазарев с подробностями. Слезы, цветы, свечи, бьет колокол. США вспоминают жертв теракта 11 сентября. 14 лет назад на этом месте в Нью-Йорке были небоскребы Всемирного торгового центра. Они превратились в братскую могилу для почти трех тысяч человек, когда в здание врезались угнанные террористами самолеты. Сегодня прозвучит фамилия каждого погибшего. Такова традиция – зачитывать вслух список жертв. Траурные мероприятия проходят и в Вашингтоне, у стен Пентагона, в который врезался один из захваченных лайнеров. А ведь тогда, в 2001, как известно, аналитики ЦРУ предупреждали, на США готовится атака. Но их не захотели слушать. Как игнорируют мнения специалистов и сейчас. Бунт в Пентагоне, так американская пресса назвала разгорающийся военно-ведомственный скандал, подняли 52 человека. Эксперты, готовящие аналитические доклады не только для Министерства обороны, но и руководству страны, утверждают. Начальство редактировало эти документы и скажало выводы, чтобы нарисовать более приятную для США картину происходящего в Сирии и Ираке. Террористические группировки получались слабее, чем они есть на самом деле, а успехи США весомее. Двое старших аналитиков Центрального командования написали в июле жалобу в Министерство обороны, утверждая, что в докладах, которые ложатся на стол, в том числе и президенту Обами, террористические группы изображены более слабыми, чем аналитики на самом деле их оценивают. Доклады были изменены руководством Центрального командования в угоду заявлениям, что США побеждает в войне с исламским государством и Аль-Нусра, филиалом Аль-Каиды в Сирии. Практика редактирования докладов существует не один месяц. Эту жалобу подписали и еще 50 аналитиков. Главный инспектор Минобороны США уже дал жалобам официальный ход. Высшее командование разведки поражено раком, так описал ситуацию журналистом Daily Beast, источник военного ведомства. Аналитики утверждают, что из их докладов пропадали целые абзацы, что позволяло высшим военным чинам искажать выводы экспертов, рапортовать об успешной борьбе с террористами и продвигаться по карьерной лестнице. Довольны такими докладами и в Белом доме. Они соответствуют генеральной линии администрации президента и не противоречат общей победоносной риторике. Эти аналитики работают на центральное командование, которое и проводит наши военные операции в Ираке и Сирии. Эксперты всегда должны иметь возможность высказать все, что они думают. Без вмешательства давления, редактирования — это очень серьезное обвинение. Его необходимо тщательно расследовать. Если факты подтвердятся, то ответственные должны быть как минимум уволены. Между тем, успехи Запада в борьбе с боевиками исламского государства скромнее, чем заявляется, считают журналисты. Более того, террористы получили новые возможности. Они стали применять химическое оружие, запрещенный газ и прит. Об этом немецкая пресса сообщил глава разведки Германии. Либо они брали его из старых запасов Саддама Хусейна, либо они произвели его после захвата университета Масула с его химическими лабораториями и мощностями для производства отравляющих газов. Обе версии выглядят правдоподобными. В США они впервые жонглируют выводами аналитиков и разведданными. В 2003 году госсекретарь Паул показывал СовбезООН пробирку с неким белым веществом, называя это доказательством наличия у Ирака оружия массового уничтожения. Потом был ввод войск в Ирак, снижение гостей, раскол страны, гражданская война и, как следствие, появление боевиков исламского государства. А оружие массового уничтожения так и не нашли. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Султана Баркова. Первый канал США.